я всех приветствую девчоночки на своем канале я рада вас всех видеть девчонок и мальчишек сегодня у другого куста снимаюсь вот такой красоты тоже ветвистая розочка у нас сегодня лох будем готовить с вами по вашим просьбам многочисленным будем готовить с вами сыр домашний как я покажу как я его готовлю займет очень так вот продолжительное время чтобы не разлокольцевать долго вам интересно смотреть готовим сыр и покажу вам свои тарелочки сегодня у нас видите прохладненько дождик целый день лил сегодня хорошо на улице пошли готовить сыр остальное увидим дальше и завтра посмотрим что с моим весом ну вот девчонечки делаем с вами сыр это у меня молоко здесь один литр молока мы его сейчас ставим греться на газ мы его не будем кипятить а до до кипения доведем в общем я убираю ставлю на газ на плиту вот молоко на стоит нам что еще нужно 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 3 яйца сметана у меня 15 процентная сметана я взяла молоко у меня два с половиной процента жирности соль соль здесь одна чайной ложкой я ее сейчас кину сразу молоко вот соль и молоко а мы пока но там будем взбивать сметану с яйцами еще вот у меня вот такая штука есть вот сейчас уберу о извиняюсь специально для сыра я взяла небольшую 200 грамму на 200 миллиметровые ну как раз сюда входит прям 300 400 грамм сыра нормально здесь получается можно и полтора и два литра делать полтора наверно будет как раз нормально в общем мы с вами мы с вами взбиваем сметану с яйцами надо 200 грамм сметаны у меня здесь по-моему где в таких баночках 180 если я не ошибаюсь грамм сметаны мне и так нормально и яйца берем сюда тоже вбиваем яичко яйца разные по цвету попались просто я вилочкой так все собью до однородной массы чем желтее желточек тем у вас желтее будет сыр красивее ну в общем как то так взбивать надо хорошо и сейчас будем собьем и будем следить за молоком молочко наше стоит на плите пока она у меня на большом газе будем ждать пока закипит и вольем нашу смесь яичную сметану и вот смотрите начинает закипать я сейчас буду вливать нашу массу так ну вот я начинаю водить и размешиваю все хорошо до конца ну вот мешаем будем мешать пока у нас не свернется вот это все и не образуется хлопья но это процесс конечно не быстрый я вот сейчас буду помешивать чуть-чуть отключусь потом покажу как оно должно быть а то это долго ну как долго для меня это не долго но так для вас долго будет вот видите она начинается уже творожиться вот так вот уже вот такой густая масса была сейчас отделяется уже все видите сейчас уже отделится у нас сыворотка и будем я сейчас дождусь пока она закипит вот это все и буду сливать формочку вот наш сыр почти готов еще немного осталось сыворотка сыворотка сейчас получше отделиться видите все на глазах происходит да хочу заметить что я беру сметану из холодильника яйца из холодильника я не знаю может и надо теплый миг туда но я не довожу до кипения чтобы ничего не сворачивалось сразу без яйца же могут свернуться в горячем молоке а молоко у меня еще не кипело а просто еще подходило к кипению вот видите вот уже свернулось вот уже сыр у нас готов сейчас закипит и все соли конечно добавляйте по вкусу я вот в чайную ложечку положила я не люблю слишком соленый и нет да соленый быть невкусный вот хорошо сыворка уже отделилась сейчас закипит и я выключу еще не кипит масса вот сыворотки сыворотку я не выбрасываю если мало посолили добавили сахар сделали оладьи для семьи для своей а можно еще куда-нибудь можно на хлеб пустить сыворотку она уже соленая можно еще куда-нибудь применить хозяйкам виднее будет можно и вылить кому не нравится а можно животным отдать у кого есть в общем кипит и мы переливаем так вот закипела с этой стороны видно все я сейчас буду переливать сейчас мы будем я положил сюда марлечку чтобы прям мелкие не фракции не не у нас не просачивались вот сейчас еще осторожненько дольем это я сейчас уберу это я сейчас уберу хотя она целая и вот сюда поставлю немножечко примну потому что у нас там еще есть и все до конца сейчас дольем дольем ну все я сейчас немного тоже подомну выровняю более-менее есть у меня вот такая штучка это от ковшика и я вот так делаю закрываю другой марлечкой и вставляю чтобы был с другой стороны тоже такой красивый рисунок вот вот как-то так а сюда ставим пресс гнет гнет у меня вот двухлитровая бутылка с водой я ставлю сейчас в сторону и отставлю покажу вам марли конечно здесь много очень захотелось мне отрывать ну вот как то такое сооружение у меня сейчас покажу вот такое сооружение у меня оставляю на 4 часа потом холодильник поставлю потом посмотрим что у нас с вами получилось марлечки ну это как раз нормальная у меня очень много капает 4 часа можно в принципе и на ночь оставить если вы вечером делаете постоит ну 4 часа мне кажется хватает вообще с головой 4-5 вот выдавить сформируется головка сыра и все вот ну вот вот девчоночки вот такая головка сыра у нас получается сейчас я ее взвешу поставлю это вторую беру и взвесим 320 грамм сегодня больше получилось а так вот прям ровно 300 грамм головочка такого сыра получается я сейчас отрежу и мы посмотрим что у нас тут получилось вот вот такой сырок сыр брынза ну вкусно очень даже я попробую очень вкусно очень вкусно я не сильно посолила мне так нравится готовьте девчоночки быстро просто и вкусно всем доброе утро это у меня завтрак здесь вот два яичка пожарила и печеночка вот сыр мой вот такой вот получается видите желтенький в зависимости от цвета яйца от желтка подсоленый он как брынза но очень вкусный кофе давно не пила кофе девочки и вот сегодня налила потому что прям захотелось кофе наверное потом добавлю молоко просто и помидорчик всем приятного аппетита на обед у меня вот такой супчик шевеливый положила ложечку сметанки девочки сметанка домашняя покажу вам видите какая ложка стоит она даже похожа на сливки поэтому хочу сказать жиры я употребляю сейчас я заказываю сметану молоко творог все можно сказать фермерское не обезжиренное поэтому жиры у меня присутствуют если я не показываю так прям на видео прям досконально что вот да сейчас я положила я не люблю со сметаной есть борщи ну вот положила специально для показать что я ем такую сметану я кладу в творог ну сейчас творог у меня закончился а будет только в субботу я решила у них брать только раз в неделю это молочко на это молочко я сделала сейчас покажу йогурт опять домашний я вам покажу открыть надо вот йогурт домашний сейчас я съем борщ и немножечко йогурта себе сделаю в йогурт я хочу добавить протеин а потом нужно будет движение походить или заняться ну это не сразу после обеда а заняться спортом или упражнениями какие-нибудь или на улице пойду или дома я еще не знаю но после йогурта с протеином надо чуть-чуть позаниматься спортом зарядкой вот такие вот дела девочки вот такой вот у меня обед сегодня девочка нам нужен мне вот такая вот капустная лепешка с молодой капустой здесь всего лишь три ингредиента капуста яйца мука две ложечки соль перец по вкусу и вот ложечка сметанки можно есть горячим и в холодном виде такой вкуснятина я приготовил 350 грамм у меня порции всем приятного аппетита 7 к 3 Продолжение следует...